Приветичи! Это Satisfactory! Ты находишься на моей ферме будущего! Ну, как бы... Я бы сказал, наверное, что это завод, но он собран на коленки. Ну, ты видел настоящие заводы, да? Это огроменные здания с трубами, со всеми лабудами там. Надо бы нам сделать с тобой помещение. Отличное помещение. У меня как раз есть различные стены. Ты посмотри, сколько у нас тут стен есть. Фундаменты. И даже лесенки появились, нифига себе. Фундамент для нашего завода я построю вот здесь вот. Я думаю, нам этого будет достаточно пространства. Уберу все лишние деревья, которые мне тут будут мешаться. Вот, например, вот такие вот, да? Кустики все посрезаю. Хотя, что я говорю, я же могу уже сразу начать строить. Фундамент у нас есть высотой 4 метра, 2 метра и 1 метр. Причем по ресурсам они абсолютно одинаковые. 6 цемента требуют. Несмотря на то, что они отличаются по величине. Ну, да ладно, это нам даже на руку. Я думаю, что нам будет достаточно вот такой вот платформы. А 4 метра это высоко? Ну, так я бы сказал, да, достаточно. Слушай, давай, наверное, 4 метра сделаем все-таки. Строительство начнем, опираясь вот от этого угла. Вот так вот это все дело будет выглядеть. Блин, этот фундамент прям врезался в стену. Нам это не подходит. Отлично, да. Вот так меня устраивает. Значит, достаем теперь нашу бензопилу. Где она у нас есть? Надо срезать эти кустики. Также убираем все кусты с поляны. Усо! Поляна зачищена. Поскольку нам для фундамента и для стенок нужен цемент. А цемента у нас с тобой просто навалом. Я тебе сейчас покажу. Смотри, сколько у нас хранилища цемента. Это просто капец. Так что сейчас мы будем от него избавляться. Ах, да, я же забыл тебе показать свою смотровую площадочку. Вот так вот она выглядит. Давай залезем наверх. Это исключительно смотровая площадка. Никакого другого функционала она не имеет. Давай уже закатаем эту поляну. Ты посмотри, какая огромная, ровная поверхность. И это все у нас будет предназначено для нашего мини-заводика. По производству железной продукции. Дело в том, что у нас здесь есть рядом железный рудник. Нужно его разломать. Теперь устанавливаем сюда бурильную установку. Огроменную просто вот такую. Отлично. Бур смотрит именно туда, куда нам нужно. Здесь у нас будет приемная стенка. Выглядит она вот таким вот образом. С тремя окнами. Можно, конечно, сделать здесь побольше. Я думаю, что ты уже понял, для чего эти окна. Конечно же, для разделения ресурсов. Перед конвейером нам нужно поставить разделитель транспортных лент. Вот так вот он выглядит. А-а-а. Весь прикол, что у нас так не получится. Подожди. Бур придется нам развернуть, чтобы он добывал ресурсы в эту сторону. Ставим. Разветвитель слишком низко. Придется его приподнять. Для этого нам нужно построить под него платформу. Думаю, что двух метров в высоту нам будет достаточно. Слишком высоко. Ставим один метр. Просто идеальный уровень. Ну, практически. Все. Соединяем это конвейером. И теперь делаем три разных ленты в каждое окно. Тут у нас возникают сложности, потому что по одной стороне у нас будет идти, два конвейера. Нужно их расположить так, чтобы они зашли вот в эти два окна. Слушай, я так подумал, слишком много у нас окон. Давай сделаем по-другому. Это убираем. Это тоже. С этой стороны у нас будет одно окно. А с этой два. Я думаю, так намного лучше. Теперь тащим один конвейер. Опа. Подключили. А вот и второй готов. Хм. Тут у нас небольшой косичок. Не знаю, даже, наверное, стоит переделать. Иначе здесь будет руда стопориться. Или не будет? Вот так. Так-то лучше. Ну все. Конвейерная составляющая у нас готова. Теперь нам нужно сделать потолок. О, это слишком низко. Значит, стенки у нас будут вот такой вот высоты. На производстве, на любом производстве, очень высокие потолки. Потолки. Смотрим. Да, такие нас устраивают. Пока сделаем так. Потому что мы не знаем, влезут ли сюда плавильные конструкторы. К тому же, конструктор и плавильня у нас очень сильно дымят. Теперь нам нужно поставить лестницу для второго этажа. Лестница готова. Вот такая вот она у нас получилась. Это, я тебе хочу сказать, ну, очень тупая лесенка. У меня есть идея. А что если мы сделаем конвейер? О, у нас же есть съезды. Какой нафиг конвейер? Давай съезды делать. О, ты посмотри. Вот так намного лучше. Никакие лесенки нафиг не нужны. Но, второй ярус у нас здесь неспроста. Он нужен нам для того, чтобы поставить здесь сжигатель биомассы. Он у нас очень огроменный. Разместим его здесь. Это тебе не то, что у нас в хабе стоит. А сюда, походу, надо закидывать биотопливо, да? Ага. Ну вот, давай закинем. Все. Пошла зарень. Любопытно мне. Сколько интересных проводков я смогу к нему подключить. Ну, раз мы его запустили... О, нифига, здесь огнетушители есть. Ты глянь. Круто. Раз мы его запустили, пора сделать электролинию. Черт пери. Значит, электролиния у нас будет отсюда. И станет здесь. Также электролинию нам нужно опустить вниз. Будет она стоять там. Ну и теперь подключаем линию к конвейеру. Смотрим, как это все должно заработать. Бур запускается. Делаем ставки. По какой ленте впервые пойдет руда? О, пошла, пошла. Смотри, сколько руды. И... Короче, первой была вот эта вот лента. Здесь немножечко впервые руда пошла, чем... Здесь... Свободная касса. О, рудень. Ну, а теперь все ради чего это строилось. Нам нужно поставить здесь три конструктора. Ты глянь, у нас цементная фабрика забилась. Вообще, я шел сюда, чтобы посмотреть, как плавильная машина справляется. И справляется она довольно быстро. Короче, в любом случае нам понадобится здесь две плавильни. Черт. Как и ожидалось, плавильна не влазит. Придется разобрать потолок. Ставим ее здесь. Вся конструкция выглядит вот таким вот образом. Три плавильни, три конструктора. Можно, конечно, было обойтись всего одной плавильней. Поставить разветвитель на три конструктора. Но я решил сделать именно так. Потому что, мне кажется, так будет намного быстрее и эффективнее. Осталось теперь это все дело подключить. Настоящая паукинка получилась. Ах, да. Перед запуском нам нужно настроить вначале конструктор. А значит, этот конструктор нам будет производить железные пластины. Этот будет прутья. А этот... Блинский. Походу, я погорячился насчет трех конвейерных линей. Этому нечего производить. Ладно. Тогда у нас будет две конвейерные ленты. А это можно убрать. Ну и получается, что нам здесь достаточно двух окон. То есть, вот это можно убрать спокойненько. Заделаем эту стеночку. Настраиваем плавильню. И подсоединяем, наконец-то, конвейеры, чтобы все запустилось. Железные слитки поступают в наш конструктор. Так. У нас проблемы с энергообеспечением. Походу, не вывозит наш биосжигатель. Ну да, ты посмотри, какой скачок. Значит, все к чертям придется переделать. Нужно убрать одну плавильню. И все заработает. Ты посмотри. Да, все заработало. Переделываем производство. Что могу сказать? Переделываем его потому, что, в принципе, вот этот весь завод может работать на одном биосжигателе. Второй делать смысла я не вижу. В итоге получилось все по первому концепту, как я тебе озвучил. Поставил одну плавильню. От нее поставил разветвитель на два конструктора. В общем, сделал все намного проще. Посмотрим, как это все дело будет работать. Решил сделать подъем вдоль всей конструкции. Но обнаружил один дефект. Часть съезда не примыкала к земле. Пришлось под них подкладывать фундамент. И доделывать съезд. В итоге получилось как-то так. Ну что, вот мы с тобой потрудились. Знатенько пришло время и повеселиться. Дело в том, что я открыл платформы для прыжков. Даже есть желейная посадочная платформа. Сейчас мы с тобой будем их тестировать. Значит ставим платформу для прыжков. А, ты глянь, ей электричество нужно. Потребляет пять электроэнергии. Ладно, давай попробуем. Поставим ее где-нибудь здесь. И подрубим к ней электричество. Вроде бы все работает. Все огонь. Значит заходим на платформу. Ооо, нифига себе как высоко. Ооо, а у меня парашюта то нету. Ядрем батон. Нас кажется, из-за прыг панели этой биосжигатель сдох. Ладно, мы поняли. Пока что это опасная штука. Она очень высоко подкидывает. И можно так знатненько убиться. Хорошо, давай попробуем другую. Наклонная платформа для прыжков. По идее, это то же самое. Только в сторону. Сейчас попробую расшибиться об скалу. Интересно, получится у меня это сделать или нет. Сейчас мы узнаем. Так. Что ж. Разбег. Ооо, нифига себе. Круто. Попробую теперь аккуратненько спуститься. Опа. Эй, разобьюсь. Эй, больно мои ноги. Ладно, убираем эту платформу. И посмотрим, что же за желейная посадочная платформа. Что она из себя представляет. Я в принципе понимаю, что она предназначена для прыжков с высоты. Предлагаю поставить ее где-нибудь у вас здесь. Смотри. У нас вот смотровая вышка есть. Представим, что это вышка для прыжков в бассейн. А вместо бассейна у нас будет желейная эта масса. Ага. А, прикинь, ей тоже электричество нужно. Пять электроэнергии. Ладно, думаю, что нам удастся отсюда дотянуть электролинию. Так. А смотри, там жилета нету нифига. И видимо, пока мы не подключили электроэнергию, желей не будет. Подрубаем. Ух ты ж, нифига себе. Какое оно странное. Лип. Ты посмотри, а внутри желе. Блээ. Ха, прикольно. А можно всплыть как-нибудь? А всплыть я не могу на поверхность, да? Ладно. Давай попробуем прыгнуть в это желе. Очень интересно выглядит. Черт, не успел. Опять вырубилось электричество. Ну что? Прыжок веры, как говорится. Кавабунга. Я думал, будет чпунь какой-нибудь желейный такой. Но нифига. Ну слушай, ну прикольно, прикольно. Мне понравилось. Но пока что мне эта штука незачем. Поэтому разбираем. Решил я, значит, ночью прогуляться по леску. Поискать ягодь, чтобы что-нибудь пожевать. И встретил грибы. Ну, думаю, ну ладно. Раз в лесу, пособираем мухомор. Да не простой мухомор. Ошибковый. Грибов оказалось навалом. Интересно, можно их есть или нет? Давай попробуем. Написано, что съесть можно. Надеюсь, что они не галлюцигенные. Так. Попробуем сесть. Ну, в принципе, неплохо так здоровье восстанавливают. Чей-то рык? Я не понял. Ой, ёшки-матрешки, здрасте. Где мой электрошок? Электрошок быстрей. И бензопилу возьму. Товарищ, вы безобидны. Вот этот очень агрессивен. Так, 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 так. Тихо, тихо, чё вы вдвоём-то на меня сразу? У меня есть бензопила. Распилю вас. А, не, нифига, я их не могу распилить. Капец, придётся электрошоком долбить. Тихонечко по одному, вот так вот у вас. Получай в пукан. Один готов. Панцирь заберём у него, как раз пригодится для исследований. Беги сюда, красавчик. Последний удар. Ништяк. Что ж нужно? Спасибо, судари. Итак, вот. Красящий пистолет. И красящий патрон. Для патрона у нас не хватает чуть-чуть листвы цветной. А вот пистолет мы уже можем с тобой сделать. Пистолетик готов. Выглядит он вот таким вот образом. Сейчас пойдём по быстренькому цветную листву эту соберём. Всё. Патрончик сейчас у нас будет готов. Да не один, а целых пятьдесят. Доставим наш краскопульт. Нужно его перезарядить. Втыкаем патрончик с красочкой. Теперь, по идее, мы можем покрасить всё, что захотим. И единственное, нужно просто выбрать цвет. Как насчёт... Я даже не знаю, какой цвет выбрать. Может быть, зелёненький? Неплохо смотрится. Да, давай зелёненький. Выбрать цвет. Попробуем наш мини-заводик перекрасить из оранжевого вот в такой вот зелёненький. Классно красится. Просто пульнул и всё покрасил. Очень шуенно. И бур тоже покрасим. Вышку давай, наверное, сделаем фиолетовенький. Эй, я не понял, почему она зелёная? Фиолетовенький. Фиолетовенький. Вот так-то лучше. Блин, прикольно. Я теперь могу всё перекрасить. Вот так вот. Чихуем и красим. Красим всё, перекрашиваем нафиг. Всё, фиолетовая. Ха. Ха-ха. Фиолетовый хаб. Огонь просто. Блин, ну всё, я теперь буду бегать и пулять своим пестиком. Ты посмотри, на какую дистанцию я могу даже шмальнуть. Хопа, перекрасил. Адская штука. Знаешь, похож на пистолет для пинбола. Та-тра-та-та. Летит огромный птиц. Может, мы её сможем перекрасить? Птиц! Подлети поближе. Не, на самом деле мы её не сможем перекрасить. Ну что, на этой замечательной красительной ноте предлагаю закончить. Мы сегодня сделали очень много. И поразвлекались. И помучились. Ну, я помучился, ты посмотрел. Если тебе нравится эта игруха, то с тебя лайкос, комментос, подвитос. И подписочка, если ты ещё не подписан. Ну, а также напиши в комментариях, какой цвет мне перекрасить всю свою ферму. Пока. Увидимся в новом видео.